Девчонки, всем привет! Как вы поняли из названия видео, сегодня будут очередные мои пустые баночки, именно хозяйственные баночки, которыми я пользовалась в уходе со своим домом. И если вам интересно узнать, что это были за пустые баночки, тогда вас приглашаю к просмотру. Надеюсь, это видео будет для вас полезным и интересным. И те, кто еще не знают, и кто зашел первый раз ко мне на канал, меня зовут Ирина. Ну так вот, начнем с того, что у меня в этот раз закончилось не очень большое количество вообще каких-либо средств по уходу за домом. Точнее, я оставила те, которые захотела вам показать. И начну, наверное, с таких шелестящих. Первое, что хочу показать, это бессомненный мой фаворит, который я использую уже больше 4 месяцев. Последние, наверное, полгода, это Мастер Блеск, средство для чистки канализационных труб. Копеечное средство, которое помогает, у нее усугубляет ситуацию положения вещей именно в канализационных трубах. Вот в этой вот штучке в раковинах, да, когда у нас появляются засоры. Мне очень сильно нравится, стоит в пределах 10 рублей. И хозяйки, кто еще не пробовал, обязательно прикупите, попробуйте. И думаю, вы тоже станете поклонницам данного очень бюджетного средства. Оно продается именно в Магнит Косметик. Следующее, что у меня закончилось, это... Не знаю, зачем я вам показываю, просто не успела выбросить. Это Зева Плюс, здесь было 8 рулонов с ароматом сирени. Хочу сказать, наверное, ну, много сильно говорить о туалетной бумаге не стоит, но единственное, что меня подкупает, и прям реально, я считаю, что это классный лайфхак, который придумала фирма Зева, производитель, это то, что у них сейчас вот эта вот втулка, которая, собственно говоря, накучивается сама туалетная бумага, она классна в том, что она растворяется в канализационных трубах. То есть вы просто спокойненько ее выбрасываете, и у вас не болит голова о том, что, не дай бог, там где-то что-то будет за ссор. Вот, собственно говоря, что я хотела сказать об этой туалетной бумаге. Следующее, что хочу показать, это порошок персил, я его показывала в моих покупках. Тут аромат лаванды, конзим, эксклюзивная формула для удаления пятен, 6 кг на 40 стирок. Я не знаю, может быть, я много стираю, может быть, я неправильно расходую порошок, но он у меня улетает просто, знаете, как горячие пирожки постоянно. Вот он у меня закончился, а сейчас опять пойду покупать новый, и я вот сейчас в раздумьях, покупать мне его или нет. Сказать, что я как-то разочарована в этом порошке, не могу сказать. Сказать, что он меня чем-то покорил, нет. Знаете, вот просто нормальный порошок, который, в принципе, работает. Думаю, что если будет какой-нибудь тоже коэнзим, да, но с каким-то другим ароматом, скорее всего, возьму и также в большом объеме. Потому что первый плюс, что мне нравится в этом порошке, то, что он начинает работать, именно отстирывать уже при 30 градусах. И у меня множество вещей, именно стоит отметка 30 градусов, то, что их нужно стирать при этой температуре. А этот порошок растворяется уже при 30, и он работает. Я хочу сказать, да, девочки, работает, отстирывает, и пятна выстирывает. Единственное, что мне не хватает белизны от этого порошка. Я прихожу к такому выводу, что я сейчас в поиске того порошка, а может быть, я его даже не найду, чтобы действительно именно пользоваться порошком и не брать никаких дополнительных отбеливающих каких-то средств для того, чтобы были вещи белыми. И если ребёнок поставил пятно на своей одежде, я была уверена в том, что у меня не будет сложности его отстирать. Так что вот такой вот у меня огромный пустыш в этом месяце был. А следующее, что хочу показать... Кстати, у меня было две упаковочки мастера блеска для канализационных труб. Следующее, что хочу показать, это средство ваниш для очистки ковров, антибактериальные. Я тоже его показывала в своих покупках. Знаете, я ждала от этого средства, да, вот этого шампуня для очистки ковров, я ожидала, что он будет действительно вычищать. И хочу сказать то, что я стирала им коврики, которые у меня находятся в ванной, и он не отстирал. Ну да, может быть, он убивает какие-то бактерии, но мне не хватает от него чистоты. Он хорошо пенится, он очень хорошо пенится. Но выстирывать он не выстирывает. Поэтому как бы даже не знаю. Возьму какой-нибудь тоже ваниш, но какой-нибудь другой серии, для того, чтобы уже сделать какой-то свой вывод. Может быть, просто вот именно вот этот антибактериальный, он как бы не особо вычищает. Ну, знаете, такой вот этот именно мне не понравился. Так что как-то вот так вот. Следующее, что у меня выбрасывается, это мой фаворит в уходе за ванной комнаты. Это Сантор Универсал. Запахом зеленое яблоко убивает микробы на 100%. Мне обалденно нравится, как он чистит плитку, когда в ванной, так как у нас дома имеется кот, и зачастую мне хочется именно вот в тех местах, где кот, у меня, простите за подробности, у него стоит лоток, мне хочется, что там, так как у нас имеется дома маленький ребенок, мне хочется, чтобы было максимально чисто, и я не переживала, что там будут какие-то бактерии. И я очень часто прибегаю к таким средствам. И всецело мне нравится, как он работает, как он очищает, как то, что у него, он очищает очень хорошо сам туалет, именно унитаз. Мне нравится, как он борется с загрязнениями, если есть, допустим, бывают такие моменты, когда вода, ну у нас есть такая ситуация, когда идет вода не белая, а идет профилактика троп, именно водоснабжение, и бывает то, что вода идет, допустим, у какого-нибудь ржавого цвета, и вот это средство обалденно борется ржавчиной, со всеми налетами, то есть классная штука, которая стоит в пределах 80 рублей, и расход у нее достаточно экономичный. Вот, следующее, что у меня закончилось, это закончился Эрвик, нежность шелка и лилии, а дедспрей освежает комнату. Мне его хватило, я не помню на сколько, но я их постоянно меняю, и вот этот вот у меня закончился, буквально вот я тоже сделала замену. Хороший запах, который мне нравился, но единственный минус во всех вот этих автоматиках, мне кажется, то, что мы очень быстро привыкаем к тем или иным ароматам, но, по крайней мере, в квартире всегда был запах каких-то цветов, мне это нравится, то есть даже когда мы проветриваем комнату, оставляем на проветривание, уходим гулять, аромат все равно присутствует в квартире, то есть он достаточно хорошо очищает, я имею ввиду неприятные запахи какие-то, а если появляется, он замечательно с этим борется. И следующий, который у меня закончился, это ванильное чаепитие, я его покупала на новогодние праздники, и хочу вам сказать, что да, действительно ваниль, действительно пряное, действительно, вот знаете, ощущение того, что дома что-то пекется, вот такая теплота, обволакивающая, классный аромат, который, ну, мне кажется, это вот именно зимний аромат, именно зимних уютных вечеров, так что думаю, это что я обязательно такое прикуплю, может быть, даже поставлю в запасы, для того, чтобы у меня что-то было на новогодние праздники, чтобы я знала, что у меня в квартире, у нас в квартире будет по-домашнему, по-уютному, по-ванильному, вот такое вот, будет классный аромат, так что вот так вот. Девочки, это были все мои, все мои пустые баночки, что касаемо ухода за домом, то, что я хотела вам показать, надеюсь, данное видео было вам интересным и полезным, если да, конечно, поддержите меня пальчиком вверх, не забывайте подписываться на меня, чтобы не, на мой канал, чтобы не пропустить новое видео, и, конечно же, не забывайте подписываться на меня в инстаграм, для того, чтобы не пропускать какие-то новости там, и большое спасибо, то, что вы посмотрели это видео, и берегите себя и своих близких, а с вами была ваша Ира, всех люблю, целую, и всем пока-пока.